всем привет друзья на улице лютый мороз поэтому одет по зимнему курточки правда в легких кроссовках так но не знаю когда ли вы куда я еду или не отгадали на еду к захарову наконец-таки что-нибудь да с него нам расскажет какую-то историю сексуальную или не очень какие-то грандиозные планы поэтому сейчас расскажет он не слышит что я зашел прикиньте не слышит все документы я минут 15 уже стою а что за черевички я не знаю почему я так люблю пугать нифига у вас колонка музыка с авторскими правами еще не создали ничего ну подожди ты можешь принципе уже начать рассказывать историю или еще рано рано да ну да ладно просто друзья зацените как вам такой костюм просто потом вам расскажем эту историю вообще не житель к истории нету дашь муж тебя какой я про режим дня пишу режим ой какая была ужасная история в америке когда я себе поставил и лег спать проснулся мы такое ощущение что я просто вот все зубы значит взяли их обтачили вот как нет это обтачивали это же ужас под конец когда уже три часа проходит все я говорю максим пора уже к модной молодежи приобщаться а он говорит эти ну я ему говорю что это самое удобного в мире это как раз неудобно летом я ходил до первого этого среда тебе офигенно сидел с белыми кроссовками цикорий вместо кофе эти цикорий вот но это не кофе он как бы не бодрит его можно много выпить вам я думаю будешь это удашь и украдем час до прозинат на основу простить жизнь соленая правда делиться нечем троих как в этом молоко даже принципе его даже не надо даже мне кажется даже его не надо макс даже не надо меня это очень висит прям зато жопу прикрывает чуть-чуть мне прям захотелось бы уйти вообще как ему идет и штаны сидят вообще супер тебе да и всего лишь и всего лишь 8 800 а ты как думал на квартиру красногорске заработал вот все по чуть-чуть у меня это кастинг да не буду бренд говорить ну почему не известная королева дубленки куртки и в общем я агент на мне агент пишет московский говорит вот так такой кастинг они ищут парня три дня съемок фото видео и использование материалов чтобы понимали интернет instagram весь интернет все что можно витрины магазинов и наружка то есть плакаты билборды на остановках метро все очень широко использовать хорошо считается это максимальное все что может быть то есть если я снимусь для снежной королевы то тебя потом никакой другой бренд уже не возьмет в какой там в течение года потому что твое лицо будет везде на снежной королеве висеть ты будешь везде тебя будет уже ассоциировать твой фейс королевой ну да со снежным принцем и и поэтому ну как бы я говорю давайте бюджет побольше тогда потому что ну во первых я бы не начинающие модели такое уж планку держу вот в итоге они говорят ну бюджет да поднимем поднимем ну приезжай сначала к нам на кастинг посмотреть на тебя например как начало на меня смотреть а я буду хорошо снили нам фото видео там еще что-то я заморочился по же поехал на студию вот у меня была работа и я на студии там снял приветствия здравствуйте андрей а если это видео ставим сюда ставь зародаете на русский всем привет меня зовут захар андрей мне 32 года я русский жил россии мой рост 188 сантиметров свободное время занимаюсь музыкой также у меня свой небольшой бренд мужского нижнего белья занимаюсь спортом фитнесом душе романтик вот это это типа пробы отказать знаешь как кинопробы вот это там позитком позитку запиши композит это называется как называют тесты это называется тесты типа как ты выглядишь сейчас я говорю видео запишу записал видео все таки ой нам все нравится опять приезжайте на примерку я говорю так вы меня утверждаете как вы уже или нет потому что я сейчас видео я вам снял например я сейчас приеду а потом вы мне скажете до свидания я уже столько телодвижения сделал ну как бы я выходит к скажите типа да или нет но они ну я у агента же через агента общался вот агент говорит что ну 90 процентов сюда ты им нравишься вот хотят посмотреть живую я приезжаю живую а там еще девочек сидит человек 15 я один мальчик и они как бы и мне с каждой нужно было по позирует потому что они подбирали там вместе кадр будет двойный мальчик девочки там и они каждую девочку со мной потом дверь где двух девочек со мной потом по одной и в общем я там часа два на она провел например все такое и я их и заранее я причем спрашивал у менеджера горит им передай у меня волосы сейчас длинные я стричься не собираюсь пусть они сразу скажут мне до примерок до всей этой фигни они меня выберут с такими волосами или нет чтобы потом не получилось что я уже столько телодвижения сделала по мне говорят вы знаете все нам нравится мы хотим им волосики подстричь и так получилось что я потом пост примерки хотя они до примерки не скальни волос нам неважно ты пусть он приедет просто мы хотим у нее посмотреть померить там что-то померили какую дубленку кожную куртку вот не очень модно и знаешь возрастное в этом году они что-то там помодничали сделали цвета фуксии розовые какие-то кожаные куртки женские плащи для мужское не меняется особо там вот и я возвращаюсь с этого с кастинга домой и тут начинается нас как бы такая перепалка тип с менеджером они хотят постричь волосы игру ну насколько я грустно значит постричь а ну я пришел вот у меня вот такие как бы волосы кстати да это приказы у меня так называем вот и вот такие волосы я говорю что значит постричь ну как-то хотим и они говорят ну ну как-то оформить это ты можешь как-то оформить нам прислать фотки я даже говорю не этот но не формить но нести ли я бы что вы хотите я ну типа я говорю если вы хотите там два три сантиметра убрать с такой длины этого не будет заметно я говорю можно из этого сделать прическу то есть ну пойти там нанять на съемку какого-то специалиста там брикмахера нужно залезать ну как-то их можно знаешь чуть-чуть вот подрезать чуть-чуть и как-то это было хотя у меня сейчас чистая достаточно голова ну как то вот но все равно это будет удлиненная стрижка то есть это будет это мой типаж вот такой сейчас удлиненный итальянский такой они в итоге говорят ну мы не знаем я говорю ну тогда смысл стричь типа два три сантиметра если с ром будет примерно удлиненный да как-то прикро прихорошить можно в итоге мы так ответа от них и не дождались и мой а иностранный агент он русский он по за границами занимается он нашел контакты этой снежной королевы напрямую им написал и говорит вы что захаром бы собирались сделать и они ему честно сказали ну вы знаете мы хотим вот такую длину и прислать фотографию мою где где-то год назад где у меня вот такие вот волосы то есть они хотят 10 сантиметров да где-то убрать может больше и я говорю нет отказался да и ты знаешь и я думал до последнего как бы с одной почему ну блин хорошие слушай деньги хорошие но во-первых я у меня план я сейчас делаю рабочую визу европейский шенген рабочий я хочу весной поехать в милан и я эти волосы берегу потому что у меня сейчас хороший итальянский лук такой то есть я с такими ловлясь в италии скажешь торсо стриги ну ты знаешь там уже не жалко выстрелить я думаю что не скажет по крайней мере какие-то мелкие работы я не буду ты потому что так такой типаж мне прикольно то есть меня совершенно поменяла и мне и это интересно с волосами так то что так обычно я всегда успею и мне вот захотелось другой типаж и приходится вот как было так вот жертвовать то есть ночью отказался образовался на большую сумму день ради ради собственного ради собственного типажа но потому что когда еще понимаешь ты в таком типаже другой а ты путь а фотографии начинают такие вот месяц фотографии такие там новые в таком типаже если я за на постригусь опять менять композитка уже бы друг композитка другая будет лук и аутфит будет уже другой почему-то будто слабый кофе такой ну да он полезный на самом деле там много таких как тебе хорошо костюмы ты меня не заводи давай поразит такой мне свет очень нравится даже даже не надо чуть-чуть прям чуть-чуть да поднять вот так просто резиночку заузить и она и он как бы будет автоматически как поднимать его далеко потом не убирать все-таки укажет прям прям смотри штаны легли были со мной вообще офигенно тебе сидят потом друзья расскажем это будет такой контент ты просто в трусах ходишь ладно девчонки уж простить что тебе мне не надо уже котлетка чувствую на хлебушка нету есть больше всего вместо пирожного как родители мои тоже коли хлеб в холодильнике да ну он там если он свежим превращается там быстро такой несвежий а мы его в тостере тостер-тестер он на мальчика вообще он просто оверсайд степи для девочек и он жаркий да действительно но зато вот тут этот объем держится да и так дорогие друзья здравствуйте подытожим наш поход к андрею захарову в общем у нас есть очень интересная идея задумка коллаборация пока не раскрываем до конца всех секретов но это будет очень интересно и контент и в дальнейшем наверно маленький не наверное а маленький бизнес изменяю бизнесмен никакой но андрей есть это жилка вот у меня есть немножко другое у меня есть мельс вы надеюсь на вашу дальнейшую поддержку вот поэтому мы буквально наверно уже завтрашнего дня начнем снимать что-то делать кое-что производить вот на очень прям мне прям как-то загорелся и спасибо андрею может быть что он меня позвал в это дело потому что и отвлекусь как-то так в общем мне прям кто-то тоже загорелся секунду доставка сбер аптека кстати кто не пользуется не за как другие города в москве очень удобно бесплатная доставка любое лекарство все у них всегда есть кстати цены не очень дорогие подешевле чем в аптеке вот и вот такая вот история андрея отказался от такой суммы как можно было отказаться я не знаю приличная сумма там вот и вначале озвучил почти такая да но ведь как молодец не все за деньги продается хотя наверное но не мне судить это его выбор я бы наверное не смог потому что ну что такое волосы но они отрастут опять ну ладно это его это его волосы не мои понимаете мне хорошо рассуждать без волос все я вас всех обнял приподнял поцеловал все сделал папа с Тошей гуляет поэтому тоже даже не полаял когда домофон зазвонил погоде было три дня солнечных прям здесь так интересно за день до 40 день 40 и один день после три дня просто невероятное голубое небо солнце и погодка такая морозная уже потеплее сегодня 8 градусов но вот так вот серое небо на голове но ничего страшно все я вас всех обнял приподнял поцеловал все сделал спасибо всем за внимание всех люблю целую кто-то меня спросил про очки вот вот так вот что засвечено было кто-то спросил про очки ношу ли я их для имиджа да нет конечно же я бы наверно никогда бы не носил бочки только для имиджа у меня зрение читать я не могу ничего не вижу один глаз полтора другой один 25 до как информация не знаю зачем вам но у меня спросили вам ответить все пока пока